Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Сон Гоку, и я обещаю спут седьмой вселенной. Сегодняшняя битва у нас сразится бог войны Гая и болгаритель тигров Ароти Допа. Ну что ж, не буду, я думаю, долго затягивать с вступлением, так что давайте сразу начинать битву и погнали. Ну что ж, давайте начнем с бога войны Гая, ну или бог земли, ну я больше буду называть его богом войны. Ну что ж, в плане физической силы, ну, мне тут трудно сказать, что он такое в плане физической силы мог показать. Ну, допустим, метать на достаточно огромное расстояние ножи и, в принципе, поднимать человеческий вес вообще на изиум. На него, в принципе, как два пальца, это басфаль плюс. Он мог спокойно наносить вред Сикорскому, а Сикорский мог держать удары Джека и даже самому Джеку навредить. А Гая мог спокойно уже унижать Сикорского. А это уже говорит о многом, что Гая далеко не слабый в плане физических характеристик. По прочности, ну, мне это условно сказать. Да, он, наверное, восприимчив все же к колющим и режущим предметам, но он, навряд ли, конечно, будет загибаться от какого-то удара в 100 килограмм. Вот это я очень сомневаюсь, потому что у него прочность где-то на уровне стены, как ни крути. Ну, что ж, ну, в принципе, да, по прочности, ну, наверное, у него где-то чуть выше уровень стены, но он может получить урон от колющего и режущего оружия. По интеллекту, но Гая самый лучший военный на Земле, потому что Гая хороший тактик, стратег и, в принципе, спокойно управляется с различным оружием. Для него песок это просто, не знаю, как дробаш взять и тому подобное. Я уже боюсь писать, что он будет, если он возьмет себе пулемет или будут управлять танком. Он, наверное, всю страну внесет. Ну, не факт, но вполне возможно. Так что, Гая, ну, интеллект очень высокий, и он далеко не глупый персонаж, а даже очень умный и сообразительный. Ну, по способностям у него нет способностей, как, в принципе, у всех бойцобаки, но его навыки это, то есть, ну, фактически такой Рэмбо мира бойцобаки. В лесу его просто невозможно одолеть. Даже для него, там, не знаю, песок, это будет просто, не знаю, ну, вот оружие, на поражение, он, там, не знаю, 10 человек, ему спокойно уложит. А уж про то, что там какой-то камень взять, там, не знаю, осколок стекла, нож, пистолет и тому подобное, я просто молчу. Ну, а в лесу он будет как просто на своей среде, потому что там у него просто огромные шансы. Так что, ну, да, Сикорский, ой, Гая не слаб. В принципе, для него обычно просто взять что-нибудь в руку и все, это станет просто огромным оружием. континентального, наверное, ну, короче, вы поняли. Ну, и по скорости, ну, она у него сверхчеловеческая. Ну, по факту он выносил своим отрядом полки и спокойно, наверное, мог вырвачиваться от пуль, потому что, я думаю, ему эта скорость, выносливость и тому подобное позволяет. Ну, я не знаю, насколько, конечно, там от пистолетного выстрела он точно уклонится, но вот о нескольких автоматных очередей, ну, я-то сам не знаю, но, наверное, он сможет это пережить. Так что, так, ну, и последнее, что я бы хотел сказать про него, это его, наверное, скрытая способность выбора с адреналина. Короче, он может, да, он выделяет автоматически адреналин и спокойно ему может манипулировать. То есть, там, ну, я думаю, вы знаете, работа адреналина, и мне не нужно объяснять, что он может при помощи него сделать. Так что, так, ну, про Гайю мне рассказывать больше нечего, так что давайте перейдем к Роти Доппа. Роти Доппа, или же сильнейший каратист в вселенной Байдзбаки. Ну, в плане физического пульсила, в принципе, он может легко разбивать стены. Он мог, наверное, и также Юдзера, а Юдзера тоже не слабый в плане прочь, и своими, ну, пиковыми, наверное, вот, техниками он мог спокойно наносить удар Юдзера. Это уже много, говорит. Да и плюс Канцуми мог, сам сказал, что может разбить три стены своим ударом, а Роти его превосходит. Так что, ну, думайте сами, насколько Роти может быть в плане физической силы стойкий. По прочности, ну, в принципе, Роти, да, его можно проколоть всякими, там, ножами, прострелить и тому подобное, но его прочность, ну, это несколько стен, как минимум. Да и, в принципе, даже сломанные кости и отсутствие глаза и тому подобное для него просто будет ничто. Ничего не стоит, он может стоять десятками переломов и сражаться даже в полную силу. Ну, может, и не в полную, но в любом случае может сражаться. По интеллекту, ну, он на протяжении 10 лет отрабатывал свои все навыки. И сам он, в принципе, не тупой мужик, а очень идеальный и все в этом на духе. Ну, по его навыкам, потому что интеллекту способностей нет ни у кого, он, в принципе, ну, просто мастер каратэ, то есть он знает все запретные замтехники и просто от и до изучил каратэ, что просто нет ничего, что он бы не мог изучить. Просто он настолько преисполнился в своем каратэ, что просто все, он сильнейший каратист на всей планете, что он мог даже противостоять и юзера. Так что вот так. Ну, и по скорости, ну, в принципе, думаю, уклониться от пули для него ничего не стоит. Ну, вот от автоматной очереди я тут тоже уже затрудняюсь сказать. Ну, вот от парочки пуль уж я думаю, он точно уклонится. Но не на изи, ну, хотя нет, даже на изи уклонится. Так что вот так. Ну, и плюс еще реачил на базового великана. А великан, в принципе, тоже в плане скорости не медленный. Так что вот так. Ну, что ж, я рассказал про персонажа все, так что давайте перейдем теперь к их сравнению. Ну, что ж, в плане физической силы все же я думал, что тут, наверное, будет примерно несчастье. Нет, таким небольшим 1% шансом все же преимущество будет за орути допа. По прочности, как по мне, все же будет именно допа. Потому что он намного больше прочки показал. И живучести Агайя не так уж и много показал. Так что вот так. По интеллекту, ну, тут, наверное, как по мне, будет все же убедительнее именно чуть-чуть Гая. Ну, я, конечно, с образом не говорю, но, в принципе, как по мне, будет Гая все же чуть-чуть убедительнее в плане интеллекта, потому что он все же самый лучший военный просто на всей планете. Ну, да, в космосе города тоже говорят, но, я думаю, военные знания все же будут превосходить знания карате. По вооружению, наверное, туда вооружение будут именно за Гая, потому что он использует все же подручные средства. А орути просто превосил свои руки и ноги в оружие или даже тело. Ну, вроде, только ноги и руки, потому что тело. Ну, тут немало, тут уже где-то не играть только в сильную волю. Так что вот так. Ну, в плане скорости, наверное, ничья. Ну, и по, наверное, мастерству, ну, вот именно по боевому стилю, рукавашному бою, наверное, уже будет побежать именно орути-допа. Так что вот так. Ну, что ж, теперь давайте их сравним. Ну, я так просто думаю, если они будут сражаться на подпольной арене, то я не думаю, что Гая просто так сможет легко забросать орути песком, потому что орути, наверное, будет похер просто на песок, и он сможет как-то его избежать. Но Гая, конечно, может применить ловушку и сделать просто себя из песка и передвигаться под нюзом. Но я не думаю, что орути будет как-то на это вестись и будет предсказывать, куда будет бить Гая. Да, и а то или поздно, орути просто может его зачемырить. Потому что, ну, орути навряд ли дастся подойти просто так себе Гая. Но, конечно, первый раз, может, орути не поймет, но потом просто выработает ему тактику против борьбы с Гаей и поймет, что там он каждые секунды такой-то и тому подобное. Так что, да, я думаю, он сможет закончить вот эту вот его обилочку. Ну, вот, если, конечно, я думаю, что если они будут сражаться в футбольной арене, то, скорее всего, тут победит уже Оротти, потому что Гай мало чего уже успеет сделать. А вот если они будут сражаться, допустим, в лесу, то тут уже весь ход меняет, потому что у Гая просто там и льян, и трава, камни и тому подобное. Он просто из всего может сделать оружие. Я не думаю, что Оротти там уже будет как-то боеспособен. Ну, да, он будет боеспособен, но я не думаю, что он сможет прям все оконтрить у Гая. И Гай Ранель позже просто как-то, ну, сможет победить Доппа. Так что, вот так. Ну, по моему мнению, если они будут сражаться где-нибудь на пустой улице или на арене подпольной, то тут, конечно, победит, наверное, Оротти. С трудом, но победит. Если они будут сражаться в стихии Гая, то есть в лесу, то тут уже явная победа будет за Гай. Если, конечно, так же, предупреждаю, если я чего-то не учел, пишите в комментариях. Но, по моему мнению, все же тут будет зависеть от обстоятельств. Так что, все. Так что, я вам высказал свое мнение. Если я чего-то не учел, пишите в комментариях. А на сегодня у меня все. Все спасибо и всем удачи. Пока-пока. Целую. Не знаю, что там еще делать.